Всем привет! Смотрите, как запустить компьютер Mac в безопасном режиме. Для чего может понадобиться безопасный режим? Безопасный режим – одна из важных функций компьютера. Благодаря ему можно запустить ПК с минимальным набором драйверов и приложений, что может выявить и исправить различные проблемы с системой. Далее в видео мы рассмотрим, что такое безопасный режим, как его активировать, когда он может пригодиться, а также какие особенности его работы стоит знать. Безопасный режим – это специальный режим загрузки операционной системы macOS, который позволяет запустить компьютер с минимальным набором драйверов, расширения ядра и сторонних приложений. В этом режиме загружается только необходимое программное обеспечение, что помогает выявить и устранить проблемы с системой. Вызванные конфликтами программного обеспечения, поврежденными файлами или другими неполадками. Основная цель безопасного режима – обеспечить стабильную и надежную загрузку компьютера, минимизируя возможные проблемы, связанные с программным обеспечением. В этом режиме компьютер работает с ограниченным набором функций, что помогает изолировать и устранить проблему без дополнительных помех. Безопасный режим часто используется для диагностики решения различных проблем с macOS, таких как зависание, вылеты приложений, некорректная работа системы и другие неполадки. Он также может быть полезен при установке или удалении программного обеспечения, а также при обновлении операционной системы. Теперь давайте рассмотрим, как активировать безопасный режим на компьютере Mac. Последовательность шагов запуска Mac в безопасном режиме немного отличается для компьютеров на базе процессора Intel и Apple Silicon M1, M2, M3. Далее мы рассмотрим оба этих варианта. Для запуска в безопасном режиме компьютера Mac на базе процессора Intel выполните следующие шаги. Если компьютер включен, перезагрузите его. Для этого нажмите кнопку питания или выберите перезагрузка из меню. Как только компьютер начнет перезагружаться, нажмите и удерживайте клавишу Shift на клавиатуре. Для выключенного ПК зажмите Shift перед включением. Продолжайте удерживать клавишу Shift до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple и индикатор процесса загрузки. После этого на экране появится экран входа. Вверху увидите надпись «Загрузка в безопасном режиме». Введите пароль для входа в систему. Определить загрузку в безопасном режиме можно по белому экрану рабочего стола. Для того, чтобы убедиться, что Mac загрузился в безопасном режиме, откройте отчет о системе. Для этого перейдите в настройки «Основные», «Описание» и здесь внизу откройте «Отчет о системе». Перейдите к разделу «Программное обеспечение» и, как видим, режим загрузки безопасный. Чтобы загрузить в безопасном режиме Mac OS с М-чипом, выполните следующие шаги. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не увидите меню с параметром из запуска. Выберите ваш загрузочный диск. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, пока надпись продолжит, изменится она продолжит в безопасном режиме. Нажмите «Продолжит в безопасном режиме». Отпустите клавишу Shift. Как видим, Mac загрузился в безопасном режиме. Безопасный режим может быть полезен в следующих случаях. Исправление проблем с загрузкой. Если ваш компьютер-маг сталкивается с проблемой загрузки, такими как зависание на логотипе Apple или бесконечное вращение загрузочного индикатора. Безопасный режим может помочь идентифицировать и установить причины проблемы. Также может помочь устранить конфликт программного обеспечения. В безопасном режиме загружаются только основные компоненты операционной системы, что позволяет исключить влияние стороннего программного обеспечения или драйверов на работу компьютера. Это может быть полезно при устранении конфликтов или неполадок, вызванных установленными приложениями или драйверами. Доступ к инструментам для диагностики и восстановления. В безопасном режиме вы можете использовать различные инструменты для диагностики и восстановления, доступные macOS. Такие как дисковая утилита или консоль, для проверки и восстановления целостности файловой системы или исправления других проблем. В безопасном режиме также принудительно выполняется проверка каталогов на загрузочном томе, что позволяет выявить любые проблемы с жестким диском, мешающие процессу загрузки. В целом, безопасный режим предоставляет возможность загрузить компьютер-маг минимальной конфигурации, что помогает изолировать и устранить различные проблемы, с которыми вы можете столкнуться при работе с вашим устройством. Так как в безопасном режиме загружается ограниченный набор драйверов и расширение ядра, это позволяет минимизировать возможные конфликты и проблемы с аппаратным обеспечением. Если при загрузке в безопасном режиме ПК работает нормально, возможно причина в стороннем программном обеспечении. В таком случае рекомендуется отключить автозагрузку сторонних программ. Для этого откройте настройки, основные, объекты входа. Здесь вы сможете выбрать сторонние приложения, которые хотите удалить из автозагрузки. Если нужно выполнить проверку или диагностику оборудования, в безопасном режиме доступны дисковая утилита и консоль. С их помощью вы сможете проверить работу диска, восстановить целостность файловой системы или исправить другие проблемы. В целом, безопасный режим предоставляет ограниченный, но стабильный набор функционала, который помогает изолировать и устранить различные проблемы с работой компьютера Mac. И для того, чтобы выйти из безопасного режима, нужно лишь перезагрузить компьютер. Для этого выберите пункт «Перезагрузить» в меню Apple в левом верхнем углу экрана и дождитесь пока компьютер перезагрузится. Или выключите его при помощи кнопки питания и снова включите. Если у вас нет клавиатуры для загрузки в безопасном режиме и на Mac настроен удаленный доступ, можно запустить его удаленно по SSH. Для этого способа на вашем Mac должна быть активирована опция удаленного входа. Чтобы проверить или активировать ее, откройте настройки «Основные» «Общий доступ». Здесь переведите ползунок напротив «Удаленный вход», положение «Включено». Затем кликните по значку с буквой «I» и установите разрешение доступа всем пользователям или ниже добавьте нужных, кликнув по плюсу. Далее откройте терминал, если это другой Mac, или воспользуйтесь SSH клиентом. Я покажу на примере SSH клиента. Введите IP-адрес компьютера Mac, а затем логин и пароль для входа. Далее введите следующую команду. Если в результате вы увидели следующую ошибку, то таким образом загрузиться не получится. Чтобы решить эту проблему, вам может потребоваться временно отключить защиту целостности системы. Для этого нужно загрузиться в режиме «Восстановление» комбинацией клавиш «Command» плюс «R» при включении ПК. Затем запустить терминал в меню «Утилиты» и выполнить такую команду. После перезагрузить Mac и попробовать снова выполнить данную команду. Но как видите, при ошибке без клавиатуры не обойтись. После перезагрузки Mac загрузиться в безопасном режиме. По завершении использования безопасного режима для обычного запуска нужно выполнить такую команду. И для включения защиты запустить компьютер в «Recovery Mode» и выполнить следующую команду в терминале. Таким образом, после предварительной настройки вы сможете загрузить Mac в безопасном режиме без клавиатуры, используя удаленный доступ. Сделать это можно даже с телефона, воспользовавшись соответствующим SSH клиентом. «Утилиты» отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. В заключении хочется подчеркнуть, что безопасный режим Mac OS – это полезная функция, которая поможет вам решить различные проблемы с вашим компьютером. Он обеспечивает минимальную загрузку системы, что позволяет обнаружить и устранить проблемы с программным обеспечением и драйверами. Однако помните, что в безопасном режиме доступны только базовые функции, и некоторые программы и драйверы могут быть временно отключены. Если у вас возникли проблемы с компьютером Mac, попробуйте запустить его в безопасном режиме и выполнить необходимые действия для устранения неполадок. Если проблема остается, обратитесь за помощью к специалисту. Не забывайте, что безопасный режим – это инструмент для устранения проблем, и его следует использовать с осторожностью. После того, как проблема будет решена, не забудьте выйти из безопасного режима и продолжить работу в обычном режиме. А на этом все. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...